Зубров учитывают два раза в год. Весной учет проводится с борта вертолета. Это позволяет за пару часов найти, пересчитать и сфотографировать несколько зубровых стад. Учет зубров проводится на расстоянии 300 метров от животных с помощью оптической фототехники. Полные результаты по численности ученые заповедника получат после расшифровки фотографий. Тогда же более точно подсчитают число животных – самцов, самок и телят. Но уже сейчас можно сказать, что всего специалистами учтено порядка 300 особей, что в среднем выше обычного и является хорошим показателем. В целом сегодня число зубров превышает 1100 особей. Впервые с 1989 года. Однако их поведение и популяционные особенности заметно изменились. Зубры стали в большей степени животными открытых пространств высокогорий и в меньшей степени связаны с лесом. Изучить причины таких изменений – отдельная задача для науки. К слову, практика авиаучетов крайне нужна заповеднику и помогает получать такие данные о зубрах, какие возможно получить, никаким другим способом. Стараемся сфотографировать или снять на видео каждую встреченную группу зубров. Ну и потом уже, так сказать, уже в спокойной обстановке уже определяем их численность, половой, возрастной состав, состояние. Из года в год уже на протяжении, наверное, двух десятков лет мы считаем зубров и смотрим их динамику. Могу сказать, что последние годы вместе с ростом численности популяции, численность зубров зимующих в Альпике тоже растет. И вот сегодня, буквально сейчас, не могу сказать точно, но около 300 животных мы насчитали приблизительно в 25-30 группах. К слову, практика авиаучетов крайне нужна заповеднику и помогает получать такие данные о зубрах, какие невозможно получить никаким другим способом.